Я думала сегодня утром, как Бог любит, чтобы люди приходили к Его проявленному присутствию. Мы Его приглашаем туда, где мы есть, и слушаем Его. И наши сердца и разум готовы сделать и сказать то, что Он попросит. Это не одноразово, это образ жизни. Иисус Господи – это ключ. Когда Он смотрит на наше сердце, мы делимся любовью своей с Ним, а Он – своей любовью с нами. Но Он очень любит смотреть на наш отклик, ходить с Ним в течение дня и разговаривать, оставаться в Его присутствии. И мы начинаем день, говорим, я люблю тебя, Иисус. И в конце спрашиваем Господь, ты доволен был этим днем? Наши сердца должны быть местом обитания Его. Чистые сердца со страхом Божьим. Нам нужно просить страх Божий. Любить то, что Он любит, ненавидеть то, что Он ненавидит. И когда ты ходишь с Ним и разговариваешь, это то, что происходит. Ты будешь любить то, что Ему нравится, и ненавидеть то, что не нравится. Начало мудрости – это страх Господень. Включаем ли мы Его в то, на что мы смотрим, что мы слушаем? Это образ жизни. Его желание для Его дома – это Его любовь. Его чистота и единство. Сосредоточиться на нем и с Ним сидеть за столом. У меня такая картина. Не спорить о том, что Он сказал, а спрашивать Его, что ты сказал. И включать Его во все наши разговоры. Ему очень нравится, когда Его включают. Я молюсь, чтобы ваши духовные глаза и уши открылись, как никогда раньше. И вы будете с Ним ходить, разговаривать и слушать. И включать Его во все, что вы делаете. Моете ли посуду, готовите, за детьми заботитесь. Включайте Его во все. Ему нравится, когда Его приглашают.